Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим очень энергичную партию 11-го чемпиона мира Роберта Фишера, которая была сыграна в мемориале Капабланке в 1965 году. Сам этот турнир проходил в столице Кубы Гавани, но Роберт Фишер принимал участие в данном соревновании, находясь в Нью-Йоркском шахматном клубе и передавая свои ходы по телефону. Дело в том, что тогда отношения между Соединенными Штатами и Кубой были очень напряженными, и Госдепартамент США не дал возможности Фишеру принять участие в этом соревновании, прибыв на Кубу. Поэтому Фишер нашел вот такой способ, передавал свои ходы, принимал ходы соперника по телефону, секундировал ему Артур Бизгайер, а в качестве ассистента очередного соперника Фишера в Гаване был никто иной, как сын великого кубинца Хосе Рауль Капабланка-младший. В этой партии Фишеру противостоял известный венгерский гроссмейстер Иштван Билек. После Е4 следует Е6 и на Д4-Д5. Тогда было хорошо известно, что позиции французской защиты американский шахматист трактует не очень уверенно, поэтому многие шахматисты, играя черными против американского гения, избирали французскую в надежде отстояться и сделать ничью. Но Роберт Фишер в этой партии показал, как нужно атаковать в этом полуоткрытом дебюте. Он пошел К3, на К6 связал коня. Следует взятие на Е4. После К4-Е4 КБД7. Конь Ф3, слон Е7. Создается угроза взятия на Е4, поэтому Фишер забирает на Ф6. И после слона Ф6 защищает слона ходом Х4. Черные не хотят позволить белым вскрыть линию H после взятия HG, поэтому Билек играет Х6, вынуждая взятие на Ф6, либо отход слона белых. Фишер избирает первое после Ф6-Ф6, ФД2. Он готовит длинную рокировку. Черные сыграли 2-0, 3-0. Конечно, в этой позиции можно было сыграть Е5. После размена на этом поле следует слон С4 на слон Е6, ладья ДЕ1. Черные в итоге получают слабость на Е6. Ф3, ладья Д8, ферзь Е2, ладья Д6. Конечно, у черных лишь одна слабость и хорошие шансы удержать позицию, например, в ладейном окончании. Но подобное положение с минимальным преимуществом Роберт Фишер трактовал блестяще. И далеко не каждый его соперник желал попасть под пресс американца. Поэтому Иштван Билик играет иначе. Вместо того, чтобы развить слона по диагонали Х3, С8, он играет Б6 с целью фенкетировать слона. Слон Б5 не позволяет сыграть слон Б7. Ферзь Е7, защищая коня, ладья Х3, слон Б7 и ладья Ж3. Вот таким маневром Роберт Фишер создал угрозу взятия на А6. Черные отходят на А8 и взятие на Д7. Здесь Билику следовало забрать слона после конь Е5, ферзь Е7, ферзь Ф4. Преимущество централизованного коня Е5 над дальнобойным, но не очень-то трудоустроенным слоном черных, очевидно. Это было меньшее из зол, но вместо того, чтобы забрать на Д7, Иштван Билик бьет на Ф3. Он хочет поменять побольше фигур, надеясь, что в тяжелофигурном миттельшпиле у него не будет проблем. Но это не так. Роберт Фишер забирает слона соперника не ладьей, а пешкой, вскрывая вертикаль Ж. Он понимает, что в такой ситуации слабость пешечной структуры компенсируется активностью тяжелых фигур. После взятия на Д7 ладья Д, Ж1, нападая на пешку. Здесь Билик понял, что допустил ошибку, но уже поздно. Удобного способа защитить пешку Ж7 не находится. Дело в том, что после ладья Ж8 можно просто забрать. И далее после взятия белые ставят форсированный мат. Поэтому черным пришлось играть и в 6, переходя в окончание ферзь против двух ладей. Забираем на Ж7, ферзь Ж7, взяли, забрали, ферзь Ф4. Роберт Фишер точно оценил последствия перехода в этот довольно редкий эншпиль. Дело в том, что белый ферзь очень активен. Он может использовать свой потенциал как в нападении на вражеские пешки, так и в создании угроз королю соперника. Проследите, как технично Роберт Фишер реализует свой перевес. Прежде всего он напал на пешку С7, заставляя черных ее защитить. И ходом Х5 фиксирует слабость на Х6 и создает базу для ферзя на поле Ж6. Черные играют С5, они не могут избежать потери пешки Х6. Ферзь Ж4, двойной удар. Черные играют КФ7, Ферзь Ж6. После КЕ7, взятие на С5. И после ладья С5, взятие на Х6. Белые создали сильную проходную пешку, которая, если и не пройдет в ферзи, то будет отличным отвлекающим фактором. Ладья Ж5, Б3, обеспечивая безопасную стоянку для своего короля в случае шаха по первой линии. Е5 играют черные и КБ2. Роберт Фишер, понимая, что у соперника нет активной контр-игры, делает все подготовительные ходы, прежде чем приступить к активной фазе. Ладья Ф7, А4 и на КЕ6, Ферзь Х8. Ладья Е7 играют черные и белая проходная наконец-то движется вперед. Х6, КФ7, Ферзь Х7 шах, КФ8, Ферзь Д3. КФ7 играют черные и Х7. Пешку нужно контролировать, поэтому черные играют ладья Х5 шах. Если пойти КГ7, то Ферзь Ж8 и белые побеждают, ставя второго ферзя. Поэтому ладья Е6 играет Белик и здесь мощный ход Ф4, создавая угрозу Ф5. Таким образом, связанная ладья будет под двойным ударом, а если забрать пешку на Ф5, то появление Ферзя на Х8. Как мы видим, брать пешку белых черные не могут. Ладья на Х5 не защищена, поэтому приходится играть Ф5, отдавая еще и пешку на Е5. Белые создают еще одну проходную, правда теряют пешку на Х7, но она свою задачу выполнила. После Ферзь Д7 отойти королем нельзя, теряется одна из ладей. Ладья Е7 и забираем на Ф5. Белые, используя мощного ферзя, создали пару связанных проходных. Ладьи черных хоть и защищают друг друга после отхода короля на Е8, но находятся в пассивной позиции. И белые очень быстро заканчивают партию. Ф4 играет Фишер, король Д8, Е6. И здесь, не делая своего контрольного 40-го хода, Иштван Белик признал свое поражение. Действительно, контратаковать белые пешки черные не могут. Белые отходят ферзьем, далее двигают пешку на Ф5. И в конце концов, черные вынуждены будут расстаться с одной из ладей для того, чтобы не пропустить белой пешки в Ферзи. Белым предстояла несложная техническая работа, поэтому Белик и признал свое поражение. Вот такая очень интересная, эффектная партия Роберта Фишера, в которой он доказал силу атаки белых в этом варианте французской защиты. Его техничная и энергичная игра ферзем против двух ладей заслуживает пристального внимания. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за уделенное вами время. До свидания.